Эй-хей! Всем привет, всем привет! С вами снова Шмэйга, и вы на канале Ушмэйги, и мы играем в Hitman 2 2018 года, и это пятая миссия «Другая жизнь». И сегодня, как обычно, покажу, как её можно пройти на максимальном уровне сложности, и только в костюме. Ну, соответственно, с бесшумным убийцей. Ну, как бы, по-другому, я не знаю, зачем делать ролики по Hitman. Ну, соответственно, начинаем мы не с убийства или с чего-то, а со сбора улик. Первая улика находится в этом маленьком садовом домике. Здесь ничего сложного нет, отвлекаем садовника, забираем первую улику, и забираем лопату, чтобы откопать сейчас вторую улику. Плантив, wants Janus to stop his annual landing of a helicopter near the local creek. The lawsuit also mentions Nolan Cassidy and his unlawful surveillance around town. Hmm. So Janus takes a helicopter trip once per year. I think we're onto something here, 47. 47. A cigar-box with a few cigars and a note inside. Well, this is very interesting. The note indicates that the box was given to Janus by the constant as per tradition, he writes. 47. This could mean the constant and Janus meet up on a regular basis. Excellent find. 48. This is a car. 49. This is a car. 49. You see, for sure. 49. You see, for sure. 50. Только для этого мы пробегаем мимо гаража. 50. Так можно было и с улицы пробежать. 50. Ничего в этом страшного нет. 50. Здесь перепрыгиваем через забор. 51. По таймингу у нас все отлично. 50. Никто нас не заметит. 50. И нам нужно попасть в окошко рядом с гаражом. 50. Сейчас по таймингу все нормально. 50. Все отвернуты. И мистер Янис разговаривает по телефону Или только усаживается Здесь находится третья улика Мы ждем пока он отвернется Уйдет в другую сторону И здесь на столе находится третья улика Янис был ее основателем Может, он еще ищет эти собрания 47 Это может быть полезной информацией Важно По телефону Или уже не разговаривает Неважно Он сейчас отойдет просто на угол дома И будет там ругаться Или смотреть на часы Что-то такое Нам нужно просто подождать Пока он сделает свои там манипуляции какие-то И уйдет Собственно, следом за ним Вот за этим левым Мы пойдем Мы выпрыгиваем в окно Да, вот сейчас Потому что он стучал ногой Постучал ногой И потом он пошел И, соответственно, собираемся по трубе На второй этаж Перед нами сейчас будет охранник Но он сейчас уставится Что-то рассматривать Здесь спокойно мы проходим мимо него И заходим в ванну Вот И вот в ванне нам нужно будет много подождать Потому что нам нужно, чтобы обратно Вот этот охранник, который что-то рассматривает Он, опять же, обратно попал в свою эту комнатку Для чего нам это нужно? Потому что на камере Ой, на камере На входе в спальню Яниса Или Джениса Висит камера Ее нам нужно уничтожить Вот сколько раз я не стрелял в эту камеру Этот охранник, он все время То есть он это все время замечал Не замечал он Только когда Он уходит обратно в свою комнату Рассматривает какую-то хрень И в этот момент Мы можем уничтожить эту камеру Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, собственно говоря, ждем, пока мы можем покинуть это помещение. Собственно говоря, опять нам нужно попасть в ванну, потому что, ну как вы сами догадываетесь, он пойдет поливать именно в ванну. Вот здесь якобы нам показали, что я якобы попадаю в камеру, но на самом деле нет. Ну вы сами видите, что никакой не тревоги и ничего нету. То есть это какой-то баг, что ли, можно так вам сказать. И вот сейчас очень долго нам нужно будет подождать, пока он дойдет до своего места, сядет в кресло, будет вдыхать, отравиться и побежит сюда. Ну, кстати, так-то, если честно, для такого детка бегает он блевать очень быстро. То есть да, он еще там все ходит, 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 ходит. И, ну, это такое ожидание бесшумного убийцы. И, ну, это такое ожидание бесшумного убийства. Видите, как вот дедок побежал сразу? Быстренько. Здесь на всякий случай подождем, пока дверь закроется. Ну и, собственно говоря, можно его топить. Собственно говоря, просто спрыгиваем из окна сюда и убегаем к дому Кэссиди, чтобы там засесть у него в гараже. Но, кстати, вот там в гараже, сразу всех предупреждаю, надо будет сохраниться. Это потому что его телохранитель, грубо говоря, да, он не всегда ведется, ведется на трюк, который вы скоро увидите. Собственно говоря, забежав в гараж, поднимаем гаечный ключ. Ну, неважно, можно и монетку тоже кинуть. И сохраняемся для того, чтобы все пошло нормально. Ну, то есть, у нас, но у нас есть по правилам возможность сохраниться, да? Я считаю, я пользуюсь этим правилом и сохраняюсь для того, чтобы, если этот телохранитель или сам этот Кэссиди не, не, как это сказать, не поведется на мою уловку, да, чтобы это можно как бы было переиграть. Собственно говоря, нам нужно просто сидеть здесь за машиной, подождать, пока они вдвоем зайдут в гараж. И в этот момент выкинуть гаечный ключ куда-нибудь подальше, в левую сторону, чтобы его телохранитель на это повелся. Тут есть такой момент, что телохранитель, он сообщает по внутренней связи, что он что-то услышал, пойдет проверить. Вот, нам нужно, чтобы он именно это сказал. Просто у нас будет время утащить трупешника этого Кэссиди. Если он этого не скажет, то загружаемся, делаем по-новому. Вот, то есть он, видите, он обратил на это внимание, Кэссиди не обратил, потому что он был в гараже, да, а тот был, ну, то есть рядом с ума, собственно говоря, и все. Ну и, собственно говоря, бежим на точку выхода. И все, получаем бесшумного убийцу. Такие вот дела. Ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет шестая миссия. Как только я ее пройду нормально и запишу это МТ. Вот, всем счастливо, всем пока. С вами был Шмаган. С вами был Шмаган.